Здравствуйте! Меня зовут Никита Александрович, и сегодня мы с вами рассмотрим свойства азотной кислоты. Вы видите сейчас, как здесь, в бокале, в азотной кислоте растворяется патрон, в чем дело-то достаточно быстро. Азотная кислота действительно растворяет большинство металлов, и по своей активности она, в общем-то, занимает примерно то же место, что и кислота серная, собственно говоря, и концентрированная кислота. Точно так же она является сильным кислителем, но обо всем по порядку. Итак, азотная кислота представляет из себя бесцветную жидкость, которая на свету может немного разлагаться, при этом выделяющийся оксид азота-4 будет окрашивать ее в желтый цвет. В принципе, азотная кислота в любой концентрации, что разбавленная, что концентрированная будет являться достаточно хорошим окислителем, и всегда окислителем именно за счет азота плюс 5. То есть ни в одной окислительно-соединительной реакции никогда водород из азотной кислоты не выделится. Всегда будут какие-то соединения азота. А как азотную кислоту получить? Ну, здесь будет несколько этапов. Собственно, первая из них такая подготовительность, и сейчас надо ответить о тимьяках. Конечно же, обычно получают его отдельно, на другом производстве, и дальше перевозят на то, где из него делают азотную кислоту, потому что аммиак сам по себе для чего-то использует цитрун. А после того, как у нас есть аммиак, мы его окисляем в присутствии катализатора, надеюсь, вы помните, что при каталитическом окислении аммиака мы получаем оксид азота-2. Дальше, надеюсь, вы также помните, что просто воздухом оксид азота-2 легко окисляется до оксида азота-4. И дальше нам остается только, собственно, поглотить оксид азота-4, получив азотную кислоту. Эту реакцию мы тоже с вами уже рассматривали. Так что, по сути, получения азотной кислоты ничего принципиально нового для нас с вами не будет. Вот они все эти реакции. Получение аммиака, его горение, окисление NO2. Дальше, при поглощении NO2, конечно же, получается смесь из двух кислот азотной и азотистой, но азотистая кислота также неустойчива, и кислородом она легко окисляется до азота. Поэтому для этого процесса можно писать такую суммарную реакцию, где сразу NO2 взаимодействует с водой и кислородом, и получается в результате HNO3. Схема производства на этот раз у нас будет упрощенная. Мы не будем рисовать всю, как это было, серной кислотой, хотя вы понимаете, что на самом деле все не так просто, и четырьмя установками, конечно же, тут не отделаться. Тут также будут и сушильные башни, и фильтрация, и все, что только можно себе представить. Это просто схема, которая показывает порядок NH3, NO, NO2, HNO3. А, по сути, конечно, здесь устроится гораздо-гораздо больше. Что же касается химических свойств азотной кислоты, как мы уже сказали, это один из сильнейших окислителей. И поэтому в азотной кислоте будут растворяться металлы как активные, так и неактивные. Причем здесь все зависит от концентрации азотной кислоты. Если для серной кислоты мы смотрим на то, что кислота либо концентрированная, либо разбавленная, там все, то здесь в зависимости от концентрации кислоты можно получать совершенно разные травмы. Если берем концентрированную азотную кислоту, то, как правило, мы всегда получаем NO2, соль и воду. Но как только мы кислоту начинаем разбавлять, возникает вариант. Если кислота очень разбавлена, а металл активный, то мы однозначно получаем нитрат аммония. Если либо концентрация кислоты будет чуть побольше, либо металл будет чуть поактивным, то мы получаем N2. Или N2O, да. Его здесь тоже можно получить. Соответственно, если же кислота уже такая, большой концентрация, а металл неактивный, мы будем получать NO. Вот примерно такой вот алгоритм. Здесь, конечно, все зависит от конкретной концентрации. Что такое разбавленное, что такое очень разбавленное. Очень разбавленное. Это 0,1%, или 0,01%, или это 1%, или 2%. Непонятно. Что такое разбавленное, 10, 20, 30, тоже непонятно. То есть, конечно, все зависит от концентрации, опять-таки от количества металла. Поэтому, как и в сельной кислоте, здесь очень примерная таблица. У нас может выделяться несколько продуктов сразу. А что самое, значит, замечательное, в кавычки, то, что выделяющийся NO, да, будет на воздухе окисляться до NO2, и мы зачастую можем толком не понять, что там изначально выделилось. Хорошо, если выделяется только NO, тогда мы четко увидим весь хвост, как он проявляется. А если же у нас NO выделяется вместе с NO2, то мы уже не поймем, чего там больше. Что же касается взаимодействия с алюминием, железом и хромом, то ситуация здесь та же, что и с серной кислотой. Точно так же на холоду будет подходить пассивация и концентрированная, только концентрированная азотная кислота с этим металлом и без нагревания регулировать не будет. Разбавленная, все, все в порядке, только сконцентрированная. При нагревании же будет во всех случаях выделяться NO2, независимо от того, какой у нас металл, у нас эта кислота концентрированная. И точно так же растворяет концентрированная азотная кислота не металла, при этом, как правило, выделяется также NO2, а соль и кислота, ну, в большинстве случаев. Собственно, примеры можем рассмотреть, а для ней металл, в примере, у нас приводится, естественно, для концентрированной кислоты. Здесь можем сами видеть, что концентрация кислот приводится разной. В первом случае азотная кислота подразумевается концентрированная, поскольку выделяется NO2. Во втором случае предполагается хорошо так разбавленная, поскольку выделяется NH4 внутри. Ну, и в последнем случае явно что-то среднее, поскольку выделяется NO. Ну, вот примерно так мы с вами можем предполагать, какие здесь выделятся продукты. Если все сходится, то идеально. Если кислота концентрированная, то точно NO2, если все активное и разбавленное, то точно NH4 внутри, если что-то среднее, то еще что-то среднее. Среднее ближе к концентрированному неактивному металлу NO, ближе к активным и разбавленным, либо NO2, либо NO2O. Тут совсем сложно предсказать, что именно выделить. Надо, например, четко знать в процентах концентрации, смотреть на температуру. В общем, это не так просто. Поэтому нам достаточно предполагать примерно, какие здесь могут быть продукты. Также азотная кислота, как я уже сказал, разлагается. Если она будет стопроцентной, она жить не будет, она будет постепенно разлагаться, будет выделяться при этом NO2 на бурый газ. Поэтому обычно азотную кислоту хранят в темной какой-то таре или в темных шкафах, чтобы она не разлагалась. Ну и еще очень интересная смесь существует на основе азотной кислоты. Специальная окислительная смесь, которая называется царская водка. Эта смесь концентрирована из соляной азотной кислоты. И для чего она служит? Она служит для того, чтобы расстроить золото. А такая сильная окислительная смесь может расстроить даже его. Собственно, соляная кислота здесь нужна для образования комплекса. Золотом так происходит реакция значительно лучше. Ну и определить азотную кислоту или ее соли можно прежде всего с помощью миди. Если мы хотим брить азотную кислоту, то по реакции с миди, в которой выделяется NO2, мы безошибочно ее угадаем. Если же у нас нитраты, то нам следует добавить сильную кислоту какую-то. Тогда, по сути, в растворе как бы возникнет аж NO3. И при добавлении к ней миди, конечно же, выделится снова NO2. И мы опять-таки сможем отличить таким образом нитраты от других солей. Собственно, по-другому это сделать не так просто. На этом об азотной кислоте все. Большое спасибо за внимание и до встречи на следующем видео.